Всем привет! Сегодня мы узнаем, каково быть кадетами. Для этого мы приехали в Якутскую кадетскую школу-интернат. Смотрим, будет интересно! История России неразрывно связана с историей русских кадетских корпусов. Еще со времен Петра I кадеты являлись цветом нации, составляли славу и гордость народа. Они дали России и всему миру выдающихся полководцев, государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры. Поэтому, я думаю, сегодня мне выпала большая честь. Сегодня у нас профильный день, где мы проводим азы боевой подготовки, какие будущие нам помогут в службе армии. У нас это проводится три раза в неделю. Это очень интересно, так закаляет, взбадривает. Здесь у нас вообще очень много разного интересного. Работают три направления. Военно-тактическая, строевая и рукопашный бой. Поскольку здесь очень много у нас направлений, одна из самых интересных – это тактика специальной подготовки. Можете пройти, посмотрите и желаете. Хорошо, давай. С радостью вас поведу. Жизнь у кадетов непростая, но интересная. Первая половина дня проходит, как и у всех ребят, русский язык, математика, литература, английский язык. Но вот закончились уроки и начинаются особые занятия. Строевая, огневая подготовка, рукопашный бой, тактика специальная подготовка. Для того, чтобы вам воспитать всю тяжесть и интересность кадетских будней, вам требуется надеть боевую экипировку. И так, чтобы не пострадать при выполнении операции. Ну, в этом вам поможет Данил Александр. Привет. Привет. Меня зовут Данил Александр. Я тебе помогу надеть бронежилет, каску и пройти тактика технической подготовки. Я тебе помогу надеть бронежилет. Наверное, многие ребята сейчас хотели бы оказаться на моем месте. Но на самом деле я сейчас вся в снегу и еле как передвигаюсь из-за веса бронежилета и автомата. Ведь я буквально тащу на себе 10 килограммов. Вот бы сейчас не упасть. Я чувствую себя как в фильмах. Ребята, это так сложно, оказывается. Даже дышать я могу. Я убедилась, это действительно очень сложно. И они проходят это каждую неделю, да? Да, каждую неделю. Ну, скажем, в понедельник у нас может быть одно занятие, а в следующий понедельник такое же, но вводные могут быть другие. Скажем, сегодня у нас на тактике специальной подготовки было занятие действия солдата в обороне и в наступлении. А в следующий раз может быть действия солдата при нападении на, скажем, пост номер один, или при нападении на КПП и прочие такие вот отработки бывают. Ну, вот так, ну, вот, Лена, у нас так проходит ракупашный бой. Тут у нас обучают техникам именно базовым приемам защиты и атака. Сложно, да? Да, сложно. Ну, можете попробовать, узнаете сами. Хорошо. Как мы еще раз убедились, хорошая физическая подготовка имеет большое значение для кадета. Не каждый сможет справиться с такими, казалось бы, простыми упражнениями. Ведь действительно нужна системная ежедневная подготовка, чтобы оставаться в хорошей физической подготовке. Вот так проходит обычный день кадета, который расписан каждую минуту. На этом у меня все. Пока-пока! Пока-пока!